Сегодня я расскажу вам про маршала Маклюина. Дело в том, что про маршала Маклюина я могу рассказывать довольно долго, так как это моя специальность в университете, и я этот курс читаю студентам. Сегодня мы посмотрим несколько урезанным всё виде, а именно полистаем суперпопулярную книгу, которая создана с авторией с маршалом Маклюином, и Квентином Фиорой, который создавал, соответственно, визуальный контент. Кто такой был маршал Маклюин? Журнал называется «Медиа – это массаж», а по сути это переосмысление, его более известный на тот момент. В книге «Медиа» – это месседж, сообщение. Но произошла опечатка. Он этой опечатке радовался безумно, потому что, как человек исследующий эффекты различных медиа на наше восприятие контента, он считал, что это прям вот самый ценностный. Мы тогда полистаем этот журнал, и параллельно я попробую порассказывать, что же такое идея этого самого Маклюина, и мы посмотрим эти замечательные картинки, которые, в принципе, можно даже рассматривать как некий учебник для людей, которые жалуются, что не понимают, что это за современное искусство такое, и как вообще с этим жить и работать. Маклюин был канадским исследователем культуры, медиафилософом, преподавателем английской литературы, который в какой-то момент начал рассказывать о влиянии телевидения на зрителей, и, в частности, на детей и подростков. Ему заказали определенный доклад, он доклад сделал. Доклад заказчикам, обществу, связанному с образованием, не понравился. И тогда он решил это все переработать впоследствии в книгу. Он преподавал курсы, которые рассказывали о взаимосвязи медиа и культуры. Он там со своими студентами обсуждал какие-то теории. И его основной мыслью было, что тип медиа, который у нас есть, это и есть основное сообщение. То есть сообщение содержится в типе медиа первичнее, чем в его содержании. Условно, очень важно, читаем мы книгу или смотрим телевизор, потому что это полностью реорганизует то взаимодействие наше с пространством, то взаимодействие наше с организацией мысли, вообще организацию нашей мысли, которая есть. Соответственно, впоследствии он написал две популярные книги, которые об этом обсуждали. «Медиа. Есть сообщение» и «Галактика Гутенберг», где он обобщал как-то эти свои теории. Про «Медиа. Есть сообщение», которое стало таким очень большим мемом, и можно это заметить во многих каких-то популярных 60-е годы прошлого века, соответственно, в США, проектах. Будь то «Видеодром», там появляется человек, который пародирует Маклюина, или будь то «Энни Холл», где Маклюин появляется лично. Так как это было на тот момент именно таким мемом, кто это такой, не надо даже было объяснять. Для нас кто он такой, уже не очень понятно. Среди этих идей было, собственно, вот это «Медиа». Есть сообщение, которое все истолковывали, как хотели. И, например, история про «Галактику Гутенберга», которая заключалась в том, что был у нас человек устной культуры, дальше началась эпоха печати с Гутенбергом, и люди начали думать уже не о том, как надо рассказать что-то, а о том, как надо написать. Появился строгий контроль порядка, появился строгий контроль того, как люди должны повторять ту информацию, которую слышали, и, в принципе, появился какой-то канон. То есть мы говорим о том, что Библия должна быть напечатана в точности такой же, какой она была на печатном станке. Раньше она переписывалась от руки и, в принципе, не могла быть идентичной. И вот эта идентичность, она у нас распространяется по МакКлюеновым последователям на всё. То есть печатный станок — это прототип любого станка, который у нас есть. Запускается таким образом экономика. Мы гонимся за тем, чтобы всё происходило по одному образцу, одному стандарту. Мы требуем соблюдения законов, это уже не понятие о законах и так далее. Но что происходит с появлением цифровой, ну, ничего не цифровой, электрической на тот момент какой-то медиасистемы, когда появляется телеграф, появляется радио, появляется телевизор? У нас вот эта привязка к пространству, которая была очень важна для этой книжной культуры. Было понятно, что написал письмо, пока оно дойдёт с точки А.В пройдёт время. Ты обязательно должен быть привязан к пространству и к времени, как в этой вот такой диаде. Телеграф этот контекст снимает. Мы начинаем общаться единомоментно. Более того, это очень похоже на то, как у нас работали старые вот эти устные наши медиа, когда Платон и компания, Сократ и компания кричали, «О, Господи, давайте остановим развитие письменности, той, которая от руки!» Ведь она заставляет людей не запоминать огромное количество текста, а записывать и просто смотреть, что они написали. Это полностью разрушит наше представление об образовании. И были правы, образование поменялось. А точно так же новые вот эти электронные медиа заставили нас поменять как-то наш подход к информации. Как мы записывали что-то в книге и переставали это запоминать, точно так же мы начали обращаться к электронным медиа, и уже не так интересно было что-то читать. Можно же послушать, можно же посмотреть. Это более простой способ передачи контента. К каждому из этих периодов, будь то галактика Готенберга или человек уже электронной эпохи, прилепляли какие-то свои ярлыки, медиаэкологи и Маклюн в том числе, и говорили, смотрите, вот если мы возвращаемся к тройбализму, у нас наступает период вторичной устности, мы опять одна большая глобальная деревня, просто раньше это была деревня маленькая, а теперь большая, то к нам возвращаются и как позитивные какие-то моменты, так и негативные. То есть если книжный человек, он у нас был весь такой гордый индивидуалист, то люди цифровой культуры, они уже, во-первых, может быть, не так сильно замкнуты на себе, больше думают про общество, но оборотная сторона, что, возможно, они достаточно одинокие, ведь эта вторичная устность, она не предполагает именно физическую участие, она электронная. Как они объясняли развитие технологий? Они говорили, что, например, нога, расширение, ее является колесо. Кинокамера, например, или фотография, это расширение наших глаз. Расширение нашей кожи – это дом и так далее. То есть они исходили из того, что любое изобретение человека, а любую технологию, включая книгу, бумажный листочек, что угодно, они объясняли, как бы в любом случае технология, и в любом случае некий посредник, некая медиа для общения человека с внешней окружающей сердой и другими людьми. Соответственно, каждый предмет является нашим расширением, нашими такими латами, которыми мы продолжаем себя в пространстве. И любое изобретение – это лишь очередная надстройка. И когда Маклюин и компании говорили, ребята, вы ужасные люди, потому что вы технодетерминисты, вы отрицаете то, что человек управляет медиа, вы говорите, что медиа начали управлять человеком. Они действительно говорили, что мы теряем контроль над медиа, медиа уже начинает управлять нами. Маклюин тот же говорил, ну подождите, я говорю о том, что эти самые медиа являются расширением самого человека. То есть все-таки так или иначе это взаимосвязь. Мы не можем полностью оторваться, то есть какую-то прям матрицу в матрицу, он не предсказывал, мы предсказывали его последствиями. Чем интересен конкретно этот журнал, когда он объясняет эти концепции, которые я сейчас так быстренько голубым по Европам перечислю, он старается показать, как используя разные шрифты, разную верстку, разные какие-то картинки, мы можем попытаться передать те идеи, которые нужно передать разными способами, как это на нас влияет. Вот у нас цитата из Алисы, например, она для нас в стиле какой-то вот книжки с еще такими вполне характерными для XIX века иллюстрациями. И понятно, что вот такой рукописный шрифт мы воспринимаем совершенно иначе, нежели шрифт, который следует у нас для объяснения каких-то вот идей о том, что мы по-разному воспринимаем слова, если они разделены разными знаками пропинания, мы по-разному можем выделить их при печати, что если мы напишем что-то маленьким шрифтом или большим шрифтом, это совершенно разные ощущения, что если мы что-то выражаем картинкой, что-то выражаем текстом, это разные штуки. Ну и понятно, что звук, который в акруте компании еще связывали очень сильно с тактильностью, вот эта тактильность тусной культуры, когда ты можешь подойти что-то пощупать, он очень сильно другие эффекты представляет, нежели текст. Вот. Так, ну, Галопом по Европам я, в общем, объяснила, из какой точки это все создавалось, поэтому давайте просто там полистаем, что у нас еще тут есть. Это вот, например, довольно сильно напоминает, как в Сиянии потом появляется вот это повторение. Оно, конечно, ну, не единственный источник такой штуки, но тем не менее. Тут как раз вот рассказывается о том, что если мы получаем печатную культуру, то мы можем воспроизводить что-то с, ну, может, не стопроцентной, но практически неотличимой технической точностью. Как только у нас появляются копии, возможно, мы начинаем задумываться о копиях и в другом пространстве. Например, что люди становятся гражданами, потому что мы можем выдумать их как неких единообразных существ, что они именно граждане, и граждане какие-то адентичные. Когда мы там выходим на уровень книжной культуры с переводами, тоже там можно фантазировать, что из этого вышло. Причем они умудрялись вообще всю историю туда подверстать. И так как Маклюэн очень часто говорил, что все его рассуждения — это только заметки к работам другого канадского известного деятеля Гороля Деинца, который в свое время написал схожую историю о том, как технологическое развитие повлияло на историю именно. Но он это видел как монументальные какие-то произведения искусства, типа египетские пирамиды, и не только произведения искусства, но и в принципе какие-то артефакты, то есть то, что создал человек. И мобильные произведения искусства, или какие-то создания человека. Как они влияют на наше восприятие. Вот тут понятно, вот зеркальное, то, что мы можем и у Довинчи увидеть, перспектива какая-то. Нам приходится уже думать, что мы делаем, надо как это прочитать на этом развороте. Вот они каждую историческую деталь пытались объяснить через привязку к технологическим каким-то изменениям. И в серии, что вот у нас есть глиняные таблички, и они хранятся долго, то есть они монументальные. А как только у нас появляется более дешевый, например, папирус, условно, или еще какие-то носители бумаги, они не монументальные, а мобильные. То есть их проще перевозить, не предполагая то, что они хранятся в церкви или в дворце веками на одном месте. И, соответственно, меняется структура общества вокруг. Вот точно так же устное, по тому же Маклюину, это как раз на века. То есть это для того, чтобы вы сидели вокруг одного деревянного какого-то истукана, на месте, никуда не ходили, и вам было хорошо в своих циклических текстах и в циклическом сообществе, где у вас все рядом, как у, например, народа тробрянских островов, которых в языке, даже в структуре языка, прям как в теории Сипера-Орфа, куда иногда включают кучу-кучу имен и Маклюина тоже, что у вас даже в языке нет понятия, что что-то где-то далеко, и надо за этим куда-то идти. Что достаточно просто сказать, ну, все где-то рядом, и во времени, и в пространстве. Ну, а когда у вас возникает необходимость какой-то экспансии, в том числе военной, и военная экспансия — это одна из технологических, ну, по сути, развитий человечества, то, что заставило нас куда-то двигаться, то нужны какие-то иные порядки, нужны какие-то иные медиумы, иные формы донесения информации. И вот с этой экспансией у нас меняются и медиа, например, монументальных, уже не возле истукана уст, но мы сидим на мобильной, а мы придумываем какие-то упорядоченные, единообразные команды, мы какие-то придумываем бумажки, какие-то опознавательные знаки, флаги и так далее. Вот. И еще чем интересны эти ребята, они, по сути, предсказали, и в частности МакЛюин, что вскоре у нас случится вот эта глобальная деревня, что дойдут в своем развитии технологии до той поры, когда смогут какой-то электрической сетью объединить все человечество. Это не называлось интернетом, но до раннего интернета МакЛюин, в принципе, дожил, хотя уже чувствовал себя не очень хорошо, он умер в 80-м, и любит очень воспитанные, в общем-то, на его популярных книгах, он был такой популярный товарищ, на телевидении 60-й выступал, любит воспитанные на его книгах всякие фанаты технологий, в том числе компьютерщики, в том числе какие-то журналисты, связанные с гаджетами, говорит, ну да, вот он предсказал интернет. Ну, он предсказал скорее, к чему все идет. Слово интернет он не изобретал точно. Он сказал, что появится какая-то электрическая сеть, и всех она нас объединит. Вот. И про это они, собственно, пытаются тоже рассказать. Вот. Ну, вот какие-то такие основные философские. Может, вы мне вопросы позадаете тогда, я пока долистываю? Давай. А когда он этот журнал, или что это, это журнал, да, или книга? В общем... В 1957-м, да, ага. То есть это... 67-й. И это было, типа, его вот, ну, как манифестом, как он понимал роль, там, ну, не только медиа, но и любых других вот средств как-то выражения человеческой мысли, как-то так? То есть вот какой основной посыл? У него были две популярные книги. 62-го и 64-го года. Вот это идеи, которые в этих двух книгах. Просто они выражены в иной форме, чем просто книга. Здесь как бы это именно графический такой журнал с попытками в современное искусство, вот этим Квентином Фиором вместе. Очень удачный. Был бестселлер абсолютный. Все, значит, угорали по нему. И поэтому так много есть копий в сети, потому что он, ну, нередкий. Ну, а то есть это был бестселлер в такой творческо-культурной среде или там, условно, обыватели тоже были в курсе? Ну, в принципе, он был очень узнаваем. Ну, то есть его как, этот, как пасхалочку, как камео было в Энни Холлу, в Удиаллина. Прикольно. То есть, да, это суперузнаваемый персонаж. Изучение медиа, такое централизованное, начиналось с них. При этом сами исследователи медиа, в какой-то момент, особенно британские, очень сильно на него начали наезжать и говорить, нет, он неправильно все понимал. Ну, у них свои подходы, у него свои. И, в частности, их очень бесило, что он был популярной личностью, и он очень популярно все объяснял. То есть он по телеку выступал и все остальное. То есть они говорили, нет, но он недостаточно академичен. Когда они на него начали наезжать, что он недостаточно академичен, он начал работу уже в 70-е, в последние десятилетия жизни. Он начал работу на другой книгой совместно со своим сыном, который тоже вышел, все хорошо, где он попытался обобщить какие-то свои идеи, и они вывели несколько законов, которые можно было как-то применять, как-то они более формально выглядели, чем набор таких красивых сравнений, метафор и всего прочего. Назвали это тетрадой Макклёйна, и, в принципе, этим все, кто фанатом Макклёйна, они до сих пор пользуются. А вообще, да, эти его идеи — это набор каких-то сравнений, набор каких-то метафор, набор философствований. Просто они действительно применимы к анализу такой вот пластичной среды, как медиа. Он там еще набрасывал всяких идей из серии «горячие и холодные медиа», «горячие» — это те, которые насыщенные, бьют в одну точку, например, они только визуальные или только аудиальные, это может быть радио, или, например, фотография. А холодные — это те, которые из-за низкого качества, как у нас в Zoom, например, требуют додумывания. Типа, чего она там сказала? И благодаря этому низкому качеству или рассеянности между несколькими органами чувств возникает некий интерактив усиленный и углубленный. Вы более вовлечены, считается, если вы меня хуже слушаете. Алена, чем он, в принципе, занимался? То есть он кто? Журналист, философ, не знаю, там, лингвист? Я вот не уловила, я сейчас. Он был преподавателем английского языка, а затем медиа. Преподаватель медиа? Да, ну как я. Ты преподаёшь медиа? Ну да, это специальность. Специальность медиа? Да, медиа и медиакоммуникации. О, я хотела туда, на магистратуру, пойти к вам. Расскажи, чем вот эти люди занимаются потом? То есть мне просто непонятно, они идут писать? Они идут... Они куда угодно идут. Кто-то идёт в банк работать. А вот в чём их специализация? То есть вот он здесь тоже пишет, да, вот о медиа, о том, как ретранслируется с их помощью информация. Но здесь хотя бы понятно, то есть у него такое, на мой взгляд, теоретическое исследование, да? То есть вот он взял все доступные... Да, да, у него теоретический подход. Он философ. Взял доступные нам средства и проанализировал, как бы как с помощью них можно доносить информацию. Вот, а там дальнейшее использование этого. То есть вот ты говоришь, ты преподаешь медиа, вот люди, значит, впитали в себя этот набор знаний, и они что дальше делают? То есть теоретически они должны как-то очень грамотно транслировать нужную им информацию? Я правильно понимаю концепт? Ты считаешь, как человек периода вторичной устности. Если ты учишься в университете не чтобы что-то узнать, а чтобы научиться что-то делать, ты хочешь освоить ремесло. Освоить ремесло – это прикладной способ характерной устной культуры и трейболизма. Я тебе объяснила? А если ты хочешь постичь знания, например, философия или там, как она называется, теология, вот это уже более к книжной культуре фиготеет. И к рациональному. То есть зачем люди философию изучают, что они с ней делать будут? А зачем люди историю изучают, какое в этом прикладное значение? Фу, фигня. Нет, пусть идёт на программиста. Это ровно то, про что он в том числе и писал. Ну, в общем, у него такая теоретическая история. Конечно, это философия. Это философия чистой воды. Это можно использовать только для каких-то мысленных упражнений. Это углубляет понимание каких-то подходов. И опять-таки, как этот журнал, это заставляет тебя посмотреть на всё с другой стороны. Подумать о том, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Хорошо ли человеку в той медиасреде, в которой есть? Или ему не очень там хорошо? Если ему не очень хорошо, что-то изменить, может быть? Если он сидит целыми сутками в зуме, может быть, стоит ему там дать почитать книжку, ему станет от этого легче? Может, не станет легче. Вот такими, собственно, они штуками занимаются. Я думаю, просто это очень тяжело переварить человека, который получил техническое образование, как Яна. Поэтому из серии я изучаю, как работает теплообменник, потому что мне нужно будет прочитать тепловой баланс в итоге, по формулкам. То есть я получаю информацию, чтобы её использоваться. Поэтому у меня немножко сейчас тоже, как у Марины, видимо, разрыв шаблона такое произнесло. Нет, у меня с техническим образованием было такое, что у меня ощущение, что я больше не знания, а какой-то стиль мышления формировался. В том числе. У меня такой вот, как обучение. Вот я ещё хотел сказать, что, по-моему, подалось, что как СМИ четвертой властью начали некоторые считать чуть ли не с Крымской войны 1853-го. Так что, да, подбиралось влияние на человеческие умы достаточно давно. Тут скорее именно про то, как технологии... То есть если мы рассматриваем, что технологии – это наше расширение, продолжение нас, наших каких-то чаяний и так далее, а затем они уже формируют после этих изобретателей, да, формируют общество вокруг себя, потому что это способ доставки информации, способ организации какого-то вот пространства вокруг этой информации, то получалось, что мы систему, как и в природе, подстраивали под существующие моменты. Ну, то есть из серии. Вот у нас есть интернеты, мы смогли вокруг интернета загруппироваться, когда возникла такая необходимость, перешли на удалёнку абстрактно, да, то есть у нас не было тех затыков, которые были, допустим, во время испанского гриппа, да, но это стало возможно благодаря тому, что эта технология уже существовала. Мы её только расширили ещё сильнее, мы ещё сильнее к ней прилепились, перестроили под неё свою жизнь. И это происходит не только в таких чрезвычайных ситуациях, как они показывают, вот эти исследователи этой области, это происходит в разных ситуациях. И если ты это имеешь в виду, по их разумению и по их опыту, если ты это имеешь в виду, и ты об этом думаешь в таком ключе, то тебе, как профессионалу в этой сфере, в том или ином качестве будет проще. Потому что ты можешь подумать, а, окей, давайте посмотрим на это под другим углом. А вот если мы рассмотрим это в таком ключе, и получается, что прикладное значение, оно есть, но оно есть на уровне не смотреть как бы спустя рухова на это всё. Вот так. Ну, то есть, типа, это такой выход из шаблонного мышления, да, предлагается? В том числе. В том числе, да.